Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму». Светлана Ратина у микрофона. Традиционно в это время по пятницам говорим о воде. Много новостей есть что обсудить. В нашей студии директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор технических наук, профессор заведующей кафедрой водоснабжения, водоотведения, санитарной техники Института Академии Строительства и Архитектуры КФУ Илья Николенко. Илья Викторович, я вас также приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами традиционно уже скажем несколько слов о притоках, а потом уже поговорим по актуальной повестке. Нам действительно есть что сказать, потому что накануне появились новости о возможном запуске Северокрымского канала, но об этом чуть позже. Пока вот давайте по факту, из того, что мы имеем на сегодняшний день, наша вода ни от кого, как говорится, не зависящая, кроме погоды. Да, ну вот на вчерашний день объем накопленных воды в водохранилищах, естественно, притока составил 190 миллион кубов, то есть это порядка 76% от проектного объема. Ну вот в тот же период, в конце февраля, в прошлом году это было всего лишь 50 миллионов кубометров, так. Но если говорить про средний, то средний объем где-то был 150, то есть это опять же на 40 миллионов больше, чем средний. Ну и вот за эту неделю, неделя была у нас с осадками, значит, суммарный объем, который накопили водохранилища, это 6 миллионов, в том числе водохранилища, питающие Симферополя, 2,5 миллиона. Ну и вот мы всегда смотрим, сравниваем с прошлым годом, то есть вот в этом году, от декабря с начала года, за 2 месяца водохранилища пополнились на 47 миллионов кубометров, так. Ну а 47 миллионов, можно сказать, что в декабре прошлого года водохранилища всего лишь было 30 миллионов. То есть это в полтора раза больше, чем приток, чем было вообще этой водой, так. Ну и опять же, если сравнивать с прошлым годом, то вот за эти 2 месяца приток был 5 миллионов. Ну и помните, мы так постепенно выходили из этой ситуации. Но это пока благодарность тем осадкам, которые были на неделе, или уже делать свое дело, а не снегов? Нет, ну осадки, которые были на неделе, принесли нам 6 миллионов кубометров. Вот там можно считать в процентах, сколько, так. Ну и еще следует учитывать, что осадки у нас здесь в степной части были в виде дождя, а в горной части это, скорее всего, снег. А снег это накопленная влага, которая будет еще выпадать. То есть у нас еще все впереди. Положительные итоги, скажем так, по воде у нас лучшая ситуация, как обычная, если брать в географии, в разбросе, где больше, где меньше. Опять Южный берег у нас выигрывает в притоках. Или Восток тоже что-то сейчас получает от естественных стоков? Нет, можно отметить, что притоки, вот самые большие притоки водохранилища, которые питает Симферополь. Если прошлый год, вы помните, мы всегда были озабочены, что Симферополь мало попадало. А потом в Севастополь, в Чернореческое водохранилище приток суммарно за неделю был более миллиона кубов. А вот водохранилища, которые питают Ялту, приток всего лишь 100 тысяч кубометров. Но там еще одна ситуация, так как водохранилища и Загорское, и Сесливинское, они практически подошли к 90%, там очень большие сбросы. То есть сбросы с начала года в этих водохранилищах, там более 10 миллионов уже был сброс различных. То есть водохранилища Чернореченское и Симферопольские, они всю воду накапливают, поэтому объем увеличивается. Понятно, а Южного берега уже негде накапливать. Да, совершенно забываю. Анатолий Михайлович, вы у нас всегда по годам даете прекрасные срезы. На какой год похож 2022-й, а от этого очень тоже хорошо делать прогнозы. Ну, хочу первое добавить, что Болоновское водохранилище стало наполняться, что радует уже 800 тысяч наполнения. Соответственно, Старокрымское пока еще, ну, большей частью она наполнялась все-таки за счет воды Северокрымского канала, поскольку вода с Белогорского водохранилища сейчас не перебрасывается на восток, а накапливается. Я так понимаю, и наполнение Старокрымского водохранилища не происходит. То есть, очень небольшой приток имеется, что радует, но, ну, как бы он относительно небольшой. Ну, как раз Старокрымское, Болоновское, это водохранилище, где был самый критически низкий уровень воды. Да, там было... Если сравнивать, да, по всему Крыму, то там динамика была минимальнейшая. То есть, если, например, мы на прошлой неделе говорили о том, что Симферопольское водохранилище, притоки увеличились, и то сейчас опять выросли притоки в Партизанском водохранилище, в Симферопольском. Приток достаточно высокий, но за счет того, что идет сброс Саянского водохранилища, соответственно, уже больше 60% наполнения в Симферопольском водохранилище. То вот водохранилище, которое... Вот Белогорское до сих пор не наполнилось, Тайганское на нулевых отметках. И Балановское вот немножко стало подзаполняться, Старокрымское притоки идут, но уровень достаточно низкий. Поэтому неравномерность распределения осадков, она имеется. И вот, опять же, в этой связи можно точно и однозначно пока говорить о том, что Западное побережье, вот Чернореченское водохранилище, соответственно, Южное побережье, там воды значительно больше, чем на Восточном побережье. Ну, собственно говоря, здесь так и вы всегда, и всегда об этом и говорите, что неравномерность в Крыму всегда есть, даже когда у нас... А вот эти водохранилища, которые сейчас все еще на минимальных отметках, Старокрымское, Тайганское, Белогорское, они притоки получают... Это естественный сток или там подземные источники? Ну, все-таки поверхность водохранилища, это больше питается за счет поверхностного стока. Если какие-то источники выклинивают, подземные выклинивают, то, ну, безусловно, грунтовые воды могут выклинивать. Это тоже одна из частей наполнения водохранилищ. Но основное все-таки это поверхностный сток, который тем или другим путем двигается к водохранилищу. Ну, и Ялта, в смысле, водохранилища, питающие Ялту, вот они таким образом набрались. Почему? Потому что была возможность использовать местные источники с Южной Гриды, ну, с той стороны. То есть, поэтому очень экономно... То есть, если смотреть заборы... Сохранили воду, да? Да, вода сохраняется в водохранилищах. За счет того, что берут из местных источников. И, по большому счету, воды в местных источниках в данный момент настолько много, что если бы восстановить технические возможности по ее сохранению, то можно эту воду аккумулировать для хозяйственных целей, где бы то ни было. Поэтому надо этому вопросу уделить пристальное внимание с тем, чтобы вот эту воду, формирующуюся на южной части горной гряды, максимально собрать и сохранить. Ну, и так уже, чтобы понимать, сейчас в февраль притоки идут, у нас еще март обычно такой водный с хорошими притоками, апрель, ну, то есть до какого месяца прогнозы? Мы будем наблюдать такие прям хорошие притоки. Март-апрель в зависимости от температурного режима. То есть мы видим, что немножко вот несколько дней потеплело, а сейчас вот опять прохладная погода. То есть, соответственно, снежные запасы, которые находятся в горах, они в меньшей степени тают. Но мы видим о том, что идут такая, как бы, немножко дождливая погода. И это наиболее благоприятный период с точки зрения накопления влаги в почве. То есть это, в общем-то, даже в качестве и влагозарядки, и удержания воды, и уменьшения испарения. То есть это все благоприятные факторы. Ну, если вспомнить, прошлый год максимум у нас был июнь месяц. Ну, вот точнее максимальный, который там... Ну, в июне, да, у нас были очень сильные ливни. Они совсем сильные, но будем надеяться, что у нас таких катаклизмов не будет в этом году. А, в общем, хочется такого плавного, плавной погоды и плавного наполнения. Ну, пока снег не сойдет с гор, то есть будут притоки. Ну, вот как раз еще весенние месяцы будут на это работать максимально. Что касается прогнозов, то есть мы видим, что год достаточно многоводный. И он повторяет, то есть мы видели, что 21-й год, да, стал давать большой объем воды. 22-й год дает, ну, стабильный большой объем воды. Дальше будем наблюдать, как будет строиться динамика. Я думаю, что уже апрель может нам давать какую-то картинку о некой перспективе, каким будет вот этот следующий цикл водности или засухи. Спасибо большое. О притоках, по-моему, очень полно сказали о том, где какая ситуация. Ну, и давайте еще к новости, которая была озвучена накануне главой нашей республики относительно того, что с сегодняшнего дня инженеры будут смотреть готовность заслонок систем подачи воды в Северокрымский канал, поскольку по заявлению главы республики инфраструктура в Херсонской области, которая обеспечит подачу воды в Республику Крым, на данный момент контролируется вооруженными силами Российской Федерации. И как только, насколько вы поняли, как только Северокрымский канал будет проверен и будет готов воду принимать, в принципе, запуск воды по Северокрымскому каналу можно осуществить в течение одного дня. Также глава Крыма добавил, что инфраструктура в Крыму технически готова к приему воды. Насосные станции готовы, и все службы находятся в режиме повышенной готовности. Но еще раз надо все перепроверить. Цитирую сейчас, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло. Давайте еще прокомментируем. Мы с вами вчера подробно обсуждали, Анатолий Михайлович, по телефону эту тему, когда новости только стали появляться. Сейчас уже официально подтвердил глава республики. Северокрымский канал, если будет запущен, то есть все то, что мы с вами говорили, строительство новых водохранилищ и так далее, это все уже не нужно, или это те меры, которые никогда лишними не будут в условиях того, что пресная вода, в общем-то, с каждым годом все дефицитнее и дефицитнее? Ну, однозначно, пресная вода действительно с каждым годом становится все более дефицитной. Во-вторых, в Крыму воды для сельского хозяйства критически не хватает. Даже если собрать всю собственную воду, вот возвратную воду, подхватить и всю воду, которая сбрасывается, воды для нужд сельского хозяйства в полном объеме, как она необходима, ее нет. Сельскохозяйственные нужды, помимо заявляемых потребностей сельхозпроизводителей в объеме там около 500 миллионов кубометров, это то, что заявляют крупные аграрии, которые эту могут использовать, заявляли в 2016 году. Есть еще нужды, которые должно взять в управление на себя государство, это миллиардативные ирригационные задачи. То есть почву необходимо промывать. Если мы ее орошаем малыми количествами воды, которая испаряется или выносится с продуктом, то, соответственно, происходит засоление почвы. Поэтому эти задачи необходимо решать, поскольку целостная система сельского хозяйства в свое время, после 90-х годов, в результате распоевания и исчезновения крупных колхозов, где была поставлена на научную основу соответствующая система, то мы, так же, как по всей России, уже достаточно много публикаций о том, что происходит утрата плодородия почвы. Именно за счет того, что эти все вещи нужно учитывать на серьезной научной основе. Севооборот, солевые составы, количество воды на продукт, количество воды на промывку и так далее. Но промывка – это какой-то естественный процесс, правильно, идет? Или это процесс, который надо рукотворно совершать? Его нужно, им нужно или можно, и можно и нужно управлять. Вот. А также хочется напомнить о том, что даже те же самые рисовые чеки, которые существовали, это существовало не… это было не блажь. Это была необходимость выталкивания морской воды с побережья за счет подачи туда днепровской воды, которая фактически выдавливала морскую воду, которая по капиллярам засаливала почву и тем самым… Мы таким образом сохраняли почву. Сохраняли почву и делали ее плодородной. То есть, таким образом мы давали… Коль она становится плодородной, то там люди могли заниматься хозяйственной деятельностью, в принципе. И поэтому, если мы говорим… Чем больше воды будет, и если будет… Чем больше будет воды, тем более равномерно будет возможность у людей трудиться и жить на территории Республики Крым. Спасибо большое. Ну и по техническим вопросам тоже можно несколько слов сказать. Вот здесь я бы хотела прокомментировать как раз фразу «напор на старте должен быть не слишком сильным, чтобы нас не размыло». Что имеется в виду? Ну, имеется в виду о том, что перепады существуют достаточно большие. Ну, естественно, канал построен таким образом, что вода движется за счет гравитации, но есть несколько насосных станций, которые поднимают ее в общей сумме около 50 метров происходит подъем воды от Днепра до Крыма, до Крымской части. Значит, ну, не до Крымской, а вот в целом подлиннее всего, до потребителя. Значит, соответственно, что происходит? Если полностью открыть все затворы, то расход воды может быть настолько сильным, что, во-первых, давно канал высох, да, то есть, соответственно, где-то потрескались берегоукрепительные сооружения. Соответственно, если подавать ее небольшим напором, то потихоньку увлажнится земля, она станет, если там глиняный замок под каналом имеется, он замокнет, и, в общем-то, спокойно будет работать русло канала, никаких проблем нет. Если давать ее, ну, каким-то вот очень большим потоком, естественно, скорости могут быть размывающие, могут размывать берег, даже укрепленный плитами, где-то плитами, где-то они отсутствуют. Соответственно, это будет неблагоприятно. Поэтому все нужно делать как умеренно. Ну, и теоретически, если вдруг вода по Северокрымскому каналу пойдет, как раз закроет наиболее проблемные, насколько я понимаю, сегодня регионы Крыма, это Восточный Крым, вот те водохранилища, о которых мы сказали выше, Тайганская, Старокрымская, Белогорская, как раз они пополнятся очень хорошо, правильно я понимаю? Нет. Дело в том, что Тайганская, Белогорская пополняются за счет естественного стока, но они подают воду на Феодосийское водохранилище, фронтовое водохранилище. То есть они не будут делиться своей водой, да? Да, они смогут наполниться и быть в резерве на сегодняшний день. А дело в том, что там целый ряд наливных водохранилищ. Феодосийское, фронтовое, станционное, Самарли, Юзмак. То есть и эти водохранилища необходимо наполнять. Там суммарная емкость наливных водохранилищ у нас 150 миллионов. И фактическая на сегодняшний день 23 миллиона. То есть, соответственно, там есть куда наполнять. Это естественным образом происходит? Или там какие-то сооружения технические надо регулировать? Ну, Северокрымский канал подводит к ним воду, соответственно. Соответственно, коль есть возможность наполнять, или появится эта возможность наполнять, необходимо, естественно, наполнять. И емкость водохранилищ для этого имеется. И это позволит длительное время функционировать хозяйством, которые от этих водохранилищ питаются. Спасибо. Важный вопрос. В комментарии. Это о том, что необходимо создать систему мониторинга качества воды, которая поступает с сопредельной территории. Дело в том, что, как в свое время в Киеве и в Санкт-Петербурге составали систему, это система рачков, которые находятся прямо в потоке воды, и с них там снимается, например, энцефалограмма, которая позволяет сразу видеть, появилось ли токсичное вещество в воде или нет. Поскольку эта вода используется для разных нужд, то есть надо в том числе в режиме практически онлайн-мониторинга видеть, не изменяется ли ее качество. Дело в том, что нет таких систем техногенных, технических, которые могли бы на всю таблицу Менделеева или производных каких-то сложных соединений одновременно оценивать качество воды. Живые же вещества, которые обладают повышенной чувствительностью, то есть мальки рыб, рачки, лягушки, которые лабораторно выводятся, есть система, которая может наблюдать за их состоянием и практически сразу определять, если пошло какое-то попало токсичное вещество, тогда шандоры должны закрываться и вода, соответственно, больше не должна поступать в водохранилище. Это правильное замечание, поскольку мы уже за долгое время, пользуясь своей собственной водой, чуть-чуть, наверное, отвыкли от того, что надо контролировать качество воды, которая поступает. У нас как-то вот мы сами свою воду собирали, и такой проблемы, в общем-то, не было. Но была проблема с обеспечением безопасности водообъектов, а вот что касается контроля воды, приходящей в Крым, мы уже чуть-чуть эту историю забыли. Ну, это раньше не было просто такой напряженности. То есть это была одна большая страна, а коль мы начинаем получать воду с плохо контролируемых территорий, да, и с непонятным управлением... То есть контроль должен быть усилен. То он должен быть добавлен. Ранее этого контроля просто не существовало. То есть он существовал, вот я вам привел примеры Киевского водоканала и Санкт-Петербургского водоканала. Такие лидеры, которые экспериментировали, был институт... Водных проблем. Не, водных. Химии воды. Химии воды в институте, такой очень мощный еще с советских времен институт, который создавал вот такие системы, и они отслеживали состояние токсичности. Другой вопрос, что на сегодняшний день есть еще проблема бактериального загрязнения, который тоже должен быть усилен и определен, потому что, вероятно, вот этот контроль, который на токсичные вещества, это одним образом реагирует. А вот если мы говорим о каких-то бактериях, которые могут быть созданы и внесены в воду, эти системы тоже должны разрабатываться и тестироваться. Я вас поняла, жесткая система контроля необходима, если Северокрымский канал будет запущен. Спасибо большое. Еще одну тему у нас остается время. Хотела с вами обсудить. На этой неделе появилась информация, что для обеспечения южного берега Крыма дополнительными объемами воды в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Будет располагаться это водохранилище возле села Верхоречья и обеспечит накопление дополнительных 7 миллионов кубометров воды для южного берега Крыма. Кроме того, глава республики поручил Госкомводхозу разработать предложение по берегоукреплению русла реки Марты в селе Верхоречья протяженностью более километра. Ну и проинспектировав Ялтинский гидротоннель, посмотрел, что строительство нового водовода идет с опережением графика. Сказал, что после завершения работы вода будет подаваться через него, старый водовод будет использоваться как резервный. И все эти меры и строительство ДОП-водохранилищ также решат вопрос по словам главы республики водообеспечения Ялты, Алушты и Симферополя. И водообеспечение этих городов с повестки дня будет полностью снято. Давайте тоже прокомментируем это водохранилище. Вот мы сейчас говорили, что в принципе Южный берег обеспечен водой. Тогда вопрос, зачем нам еще одно водохранилище в Мущественском районе? Нет, это возврат к теме о притоках, которые мы начинали сегодняшнюю передачу. То есть это как раз для сохранности воды? Да, то есть мы сказали, что уже водохранилища, которые питают Ялту, только в этом году за два месяца сбросили порядка 10 миллионов кубов. То есть эту воду, естественно, надо сохранять, потому что после многоводных лет могут наступить дефицитные, и надо, чтобы эта вода была. Ну и вот когда-то, в прошлом году, когда у нас было организационное совещание, проводимое Институтом водных проблем, мы делали доклад и сказали, что по многолетним наблюдениям объем водохранилищ должен быть увеличен, наш поверхностноток, где-то примерно, как минимум на 70 миллионов. Это для того, чтобы не сбрасывать эту воду, водообильные годы, в море просто. Ну и шаг за шагом, так сказать, это будет... Ну вот еще 9 водохранилищ по 7 миллионов, мы как раз к цифре 75. Нет, ну там разные водохранилища, там же говорится водохранилище Малореченское, потом водохранилище под Симферополем, каждое по 7 миллионов. Ну и что? И возможность использовать междугорное водохранилище это 50 миллионов сразу. А само место расположения село Верхоречья, если так, может быть, объясните слушателям, кто несколько не ориентируется, где оно находится, насколько оно удачно выбрано для накопления воды? Ну смотрите, если было заявлено о том, что это водохранилище должно служить для водообеспечения Ялты, соответственно, оно должно находиться недалеко от Загорского и Счастливинского водохранилищ, с тем, чтобы накапливать воду, которая идет по реке Марта, о которой тоже было сказано, и, соответственно, обратным током построить насосную станцию и трубопровод, и пустить ее в Загорское и Счастливинское водохранилище. То есть это каскад будет? И, соответственно, оно и место выбрано с тем, чтобы находиться не очень низко и не очень далеко, с тем, чтобы затраты на электроэнергию были невысокими. Но тут хочется опять же добавить, что вода, которая собирается в поверхностных водохранилищах Крыма, это чистейшая вода с минимальным солевым составом. То есть она для промывки почвы, для системы полива, это, ну и для хозяйственных бытовых, нужна самая лучшая вода. То есть подземная вода, она жесткая, она может иметь загрязнение хлоридами, она может иметь натриевый состав. И это все такие очень вопросы достаточно сложные для очистки и затрат на эту очистку. С точки зрения вот поверхностной вода, вся, что будет собрана, эта вода даже лучше, чем днепровская вода по своему качеству. То есть поэтому эту воду однозначно надо накапливать и сохранять, и использовать. Ну хорошие новости. Да, мы, сколько мы с вами говорим уже, что надо строить дополнительное водохранилище, сохранять воду. И вот уже шаги, пока в виде анонсов, но будем надеяться, что все-таки эти меры запланированы обязательно осуществляться, они уже делаются. Это хорошо, вода нужна. Тем более мы понимаем, Южный берег, Северокрымский канал, это несколько разные вещи. И даже запуск Северокрымского канала, он не полностью повлияет на водообеспечение Южного бережья. Там, в принципе, были такие перебои в засушливые годы, даже с работой Северокрымского канала. Поэтому там дополнительные водохранилища не помешают. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, в гостях были директор научно-производственной фирмы водные технологии Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения, санитарной техники, Академии строительства, архитектуры КФУ, Илья Николенко. Благодарю вас еще раз. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.